С 2017 года город Хасавюрт принимает активное участие в вахте памяти по местам сражения Великой Отечественной войны. За это время дагестанский поисковой отряд города Хасавюрт успел побывать в трёх регионах – Орловской, Волгоградской, а также в Республике Ингушетия. Ряды поискового отряда пополняют представители молодёжи города. Инициатором и главным идеологом поискового движения от Хасавюрта выступил заместитель главы администрации Хайбула Умаров. В июле 2017 года была организована первая поездка в Болховский район Орловской области. Совместно с поисковым отрядом «Костёр». Николай Красиков, руководитель межрегионального объединения «Костёр», в своём выступлении рассказал о проводимых работах и отметил важность проведения таких мероприятий. Собственно, само объединение создавалось ради того, чтобы объединить молодёжь из разных регионов, мы межрегиональные. Для того, чтобы дать им возможность окунуться в историю Великой Отечественной, нашей единственной войны, которая объединяет все народы. Многонациональный русский народ, который объединяет в себя фактически все национальности, все территории, стала ключевой, с ключевым сражением на данный момент в современной геополитике. Это просто, наверное, рэперная точка, от которой стоит отталкиваться. Ребята работают действительно из разных регионов. К примеру, сейчас здесь Московская, Ярославская, Ростовская, Республика Дагестан, ребята. Общаясь, ну, собственно, объединение само называется «Костёр». Общаясь у костра, стираются полностью границы, стираются территориальные границы, стираются культурные границы, то есть культуры объединяются. В едином порыве завершить ту войну. В июле текущего года второй отряд из числа молодежи Хасавюрта отправились на раскопки в места сражений времен Великой Отечественной войны. В Малгабек, получивший статус города воинской славы, юные краеведы под руководством командира поискового отряда Ингушетии Веслана Дзейтова изучили историю битвы за Малгабек. Заместитель глава администрации города Хасавюрт Хайбула Умара выступил со словами приветствия, рассказом об истории сражения и важности данной экспедиции. Республика Дагестан и Республика Ингушетия, это два братских народа, они всегда были и остаются им. И сегодня наш приезд этому подтверждение. Все, что прошло здесь, конечно, к счастью, эта война, благодаря нашим предкам, всем воинам Советского Союза, враг не прошел. Вот здесь он был остановлен и, опять-таки, к счастью, Дагестан не почувствовал ту боль, которую почувствовали здесь жители Малгабека. И не случайно Малгабек является городом воинской славы. Много можно говорить очень теплых слов, но это все, наверное, покажет присутствие наших ребят здесь, в городе Хасавюрт. И, в общем, от лица всего Дагестана хочу поблагодарить вас за прием, за то, что дали возможность почувствовать нашим ребятам, что те наши предки, которые отстояли эту страну, отстояли честь и достоинство, мы прекрасно знаем, что наши предки никогда не преклоняли колен ни перед кем, и не склоняли головы, кроме как перед Всевышним Аллахом. В августе третья группа молодых поисковых Коу Хасавюрта отправилась в Волгоградскую область, Городичинский район, где ребята приняли участие в поисковом трехдневном форуме, а затем отправились на раскопки в места сражения Сталинградской битвы, где были найдены более сотни останков бойцов Красной Армии. Боевые снаряды, пули, гильзы, посуда, куски одежды и обуви, медальоны и оружие, использовавшиеся в боевых действиях. Председатель Волгоградской региональной поисковой организации «Наследие» Денис Соловьев подчеркнул трудолюбие молодежи Дагестана, принявший участие в экспедиции. Ребята молодцы, если бы они говорили, что они приехали очень много раз, я бы поверил, потому что ребята знают все, схватывают на лету, информация, которую мы передали им, как правильно работать, используется здесь на все 100%, и результат не оставил себя ждать, они нашли бойца с медальоном, по-нашему это именной боец, к сожалению, бланк у нас пока не прочитанный, он отдал криминалистам отданный, но, в принципе, ребята работают на все 100%. Вахты это у нас, будем так говорить, часы, то есть часы, которые работают, каждый механизм работает, если все работают отлично, нормально, то и часы идут. Если что-то ломается, естественно, часы останавливаются. Вот здесь так же, то есть ребята, здесь 150 человек собралось именно на одну цель, рукавечивание памяти, защитивание отечества, то есть никаких целей мы больше не преследуем. Вот эту цель, эту цель ребята выполняют, так сказать, самоотверженной самоотдачей. Вот, но вообще-то, если сейчас посмотреть, как относится молодежь к истории, истории своих предков и так далее, то есть они буквально впитывают как губки, то есть нет такого, что мне это не нужно, я это не хочу заниматься, то есть они впитали всю информацию, которую мы дали, и сейчас даже вопросы некоторые задают, которые действительно в книжках не найдешь. Поэтому существуют такие вахты, форумы, чтобы ребята, во-первых, общались между собой, потому что здесь ребята с разных концов России, вот, и, в принципе, нашли себе друзей, не как в интернете, там вконтакте сидеть, а вот именно вживую пообщались с ребятами. Курбан Гириханов, Саман Гахаев, информационная программа «Пульс».